Привет, гуглята! С вами Гуглов! Дом худшей погоды в мире, гласит надпись на табличке, висящую у входа на метеостанцию на горе Вашингтон, США. Вы бы точно не захотели жить в этом месте, и даже своему злейшему врагу не пожелали бы этого. В 1934 году здесь была зарегистрирована рекордная скорость ветра – 321 км в час. Это чуть меньше, чем скорость внутри торнадо. В 2004 году самая низкая температура здесь составила минус 75 градусов по Цельсию. Но можно ли такие показатели назвать худшей погодой в мире? Если под миром мы подразумеваем всю Вселенную или, по крайней мере, Солнечную систему, то, безусловно, есть места и с более плохой погодой. Например, Юпитер. А что случится, если у нас на Земле 10 секунд будет такая же погода, как на Юпитере? Хотите узнать об этом? Тогда садитесь поудобнее, я начинаю! Кстати, вы подписаны на мой канал? Еще нет? Тогда у вас есть отличная возможность сделать это прямо сейчас и всегда быть в курсе самых последних новинок, которые я здесь выкладываю. Чтобы у нас возникла погода, как на Юпитере, нужно, чтобы наша планета стала похожа на этого гиганта. Для этого сначала необходимо удалить большую часть химических элементов и оставить только водород и гелий. По правде говоря, количество этих газов на Земле в сравнении с Юпитером крайне мало. Поэтому нам придется добыть все возможное количество этих газов из ближайшей Вселенной, чтобы их объем был равен 318 массам Земли. После этого атомы гелия и водорода начнут реагировать друг с другом, а затем эти газы начнут сгущаться. Этот процесс может занять миллионы лет, поэтому мы немного ускорим его. Итак, наша Земля стала совершенно другой планетой с более сильной гравитацией. Поэтому, если ваш вес, например, был равен 70 килограммам, в новых условиях он увеличится до 161 килограмма. Но поверьте мне, это еще не самое худшее, что случится в следующие 10 секунд. Когда вы узнаете, что именно произойдет, вы упадете со своего стула. Причем буквально. Потому что опора под вашими ногами исчезнет. Та поверхность Земли, к которой мы привыкли, перестанет существовать. Ее место займет водород. В верхней атмосфере он примет форму газа, а внизу из него сформируется жидкий океан. На глубине 40 тысяч километров водород сожмется так сильно, что станет тверже любой скалы и превратится в металлический водород. Большая масса планеты преподнесет еще два неприятных сюрприза. Ускоренное вращение планеты вокруг своей оси и повышение температуры. Ядро планеты нагреется до 35 миллионов градусов, что почти в 7 раз выше температуры Солнца. При этом в том месте, где водород будет принимать жидкое состояние, будет немного прохладнее, всего 6000 градусов. А если вы окажетесь в верхней атмосфере, то вместо адского пекла окажетесь в адском холоде. Здесь будет минус 145 градусов. Но вы не продержитесь здесь долго и быстро упадете вниз, где вас подхватят теплые воздушные течения, поднимающиеся от центра планеты. Эти потоки воздуха вместе с ускоренным вращением приведут к тому, что атмосфера начнет двигаться быстрее. И вам придется выдержать ветер, дующий со скоростью 140 метров в секунду. Это в два раза больше, чем скорость ветра, зарегистрированного возле дома худшей погоды в мире. Спустя 10 секунд нахождение в таком ветре вас сдует, и вы окажетесь в километре от места вашего изначального положения. Или же вас засосет в торнадо, движущийся со скоростью 135 метров в секунду. Но давайте вернемся к нашей новой планете. Самое первое, на что вы обратите внимание, находясь на ней, это нехватка кислорода. Из-за этого все машины остановятся, а самолеты не смогут летать. Без кислорода двигатели внутреннего сгорания не смогут работать. Большая часть зданий рухнет. Именно кислород помогает бетону сохранять его свойства. Небо станет черным, оно больше не будет отражать солнечные лучи. За это также отвечает кислород. Это все звучит ужасно. Хорошо, что в реальности такое невозможно. Или возможно. Ученые недавно пришли к выводу, что орбиты Юпитера, а вместе с ним и Венеры, влияют на климат Земли. Каждые 405 тысяч лет зимы на нашей планете становятся очень холодными. А в летнее время возникают засухи и идут сильные дожди, которые вызывают сильные наводнения. По подсчетам специалистов, сейчас мы находимся в середине этого цикла. Может пришло время задуматься о защите нашей планеты от воздействия наших космических соседей? А может просто нужно жить и радоваться жизни? Выйти прогуляться по улице, неважно, лето или зима у вас за окном. И не расстраиваться, если погода рушит ваши планы. На этом все, с вами был Гуглов. Еще раз, не забудьте подписаться на канал. Увидимся в новом видео. Пока!